В современном мире посмотреть фильм вовсе не проблема. Можно сделать это дома, скачав из интернета, а можно отправиться в один из многочисленных кинотеатров, выбрав удобное время сеанса. Сто лет назад дела обстояли иначе. Первый кинотеатр был основан в 1903 году на улице Почтовой. Кинотеатр был достаточно интересный для публики и немного неожиданным, потому что такого еще в Рязани не было. Этот кинотеатр посещал в 1917 году Санкт-Петербург Есенин. Сами фильмы, конечно, тоже были иными. Фильмы были короткометражные, там рассказывали сначала о царской семье, то есть как царь проходит, как коронование царевичей, когда было 300-летие дома романов, вот это все показывали тогда. Но и потом какое-то время кинотеатр показывал фильмы о гражданской войне, о доблести Красной Армии, то есть как все хорошо, как все прекрасно, вот где-то минут на 3-4-5. Самое первое здание, построенное специально для размещения кинотеатра, названного «Родина», появилось в Рязани в 1946 году. Достраивали родину пленные немцы. Первый многозальный кинотеатр располагался по адресу улицы Дзержинского. Кинотеатр «Дружба» открылся он в 1960 году. В кинотеатре было два зала, вмещавших по 440 зрителей для демонстрации фильмов классического и широкоэкранного форматов. Сегодня здесь детский технопарк. Кинотеатр «Москва» долгое время был известен как «Планетарий», сейчас в нем дворец торжеств. Самый большой зал на 850 мест был в кинотеатре «Ака», открытом в апреле 1967 года. Этот кинотеатр предназначался для премьерного показа фильмов и отличался комфортабельным и просторным фойе и новейшей по тем временам техникой, широкоформатным экраном и стереоустановками. Город Рязань известен и как родина легендарных актеров, например, Ираста Гарина, короля из сказки «Золушка». Еще один актер, который тоже заметную роль сыграл в кинематографе, это Александр Фатюшин, который сыграл в таких кинолетах, как «Москва», «Сыльзам не верит», «По утро они проснулись», «Служебный роман» и многие другие. Рязанская кинокопировальная фабрика и вовсе была одной из крупнейших в Союзе. Именно сюда попадала пленка со съемочной площадки, которую тиражировали и везли в города и веси необъятной страны советов. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».